Всем привет, друзья! С вами Андрей Хориев, канал Футбол. Это жизнь. Мы продолжаем нашу карьеру за Ювентус. Рейтинг нашего тренерского успеха уже 89. Только октябрь. Практически два месяца работы, именно официальная работа в Ювентусе и уже такой рейтинг. Итак, сегодня у нас две игры, как обычно, в каждой серии. Сегодня у нас Удинеза и Спал. То есть, не две самые топовые команды. Когда-то это должно было случиться по календарю. Но в следующей серии уже будет и Милан, и Лига Чемпионов. Все будет красиво. Ну а сегодня просто вот сыграем Мачтец. Наверное, все-таки первым всталом я выйду против Удинезе, а против Спала выйду вторым. Ну что ж, посмотрим мы сегодня на игру Ювентуса. Итак, готовятся игроки Удинезе принимать футбольный клуб Ювентус. Все-таки Ювентус каждый год и каждый сезон показывает, что заслуживает только чемпионство в чемпионате Италии, и ему нет равных там. Посмотрим, что будет в этом сезоне нашей тренерской карьеры. И мы начинаем. Поехали. И сел там на шпагат Гаррет Бейл. И вот он, он момент. Практически первый выход до ворот Удинезе и сразу же забитый гол. Вот она реализация. И забивает Родриго второй гол в чемпионате. Нужно отыгрываться. Бейл с мячом. И сравнивает счет Гаррет Бейл. Почему-то тихие стали трибуны. Не понравилось, скорее всего, болельщикам Удинезе такое отношение с защитой команды. Но вообще, почему нет болельщиков Ювентуса на стадионе в Удинезе? Очень странно, очень тихо все. Сейчас просто такая тишина. Как будто на поминках, друзья. Оно просто тихо. Просто молча сопроводили. Действия Гаррет Бейла нет никаких оваций. И Гаррет Бейл забивает свой дебютный гол в чемпионате Италии. Беннатия, Дуглас Коста. Здесь все готовы уже. И что сделал сейчас Криштиану Роналду? Вот это пушка. Невероятный гол забивает Криштиану Роналду. Вот и они болельщики Ювентуса. Убрал на ложном и левой ногой в правую девятку. Шикарный гол португальца. И отлично. 2-1. Ведем в гостях. Падает Криштиану Роналду в штрафной. И это пенальти. И смотрим. Устное предупреждение. Пробьет, естественно, Криштиану Роналду. Кто? У нас такое правило действует. Кто заработал, тот и будет пробивать. Фух. Не знаю вообще. Я очень плохо бью, честно, пенальти. Но давайте посмотрим. Нормально. Здесь все-таки так получилось. На медленном разбеге дубль Криштиану. Удается Криштиану забить дубль. Пусть один из пенальти. Но тоже, смотрите, уверенно. И вот здесь вот на последнем метре сделал он рывок. Но вратарь пролетает мимо. 3 гола Криштиану Роналду в Лиге Италии. И все. Победа. 3-1 на выезде. Удалось нам вернуться в игру. Проигрываем минимально. Не удалось забить Паула Дебала. Хотя он владел инициативой в этом матче. Были моменты. Но попадал все время в каркас ворот. И давайте проведем тренировку. Криштиану Роналду должен быть на 94-м рейтинге. Потому что как-то это неправильно. Ведь многие его считают лучшим футболистом мира. Руганин нам говорит спасибо. И 4 очка разницы до Милана. Клада Само Шеф можно просьбу. Ну давайте, да, посмотрим на Само. Он решил остаться в клубе. Тогда его не удалось нам продать. Если что, Зинченко выйдет в матч против Спала. И матч против Спала домашний. Поэтому мы должны здесь уверенно брать. Три очка, надеюсь, Ливень. Но у нас квалифицированные футболисты. И не в такие погодные условия, я надеюсь, играли. И матч Ювентус Спал. Все готовы к этому матчу. Особенно, мне кажется, Бернардески. Шикарно он выступает за Ювентус во втором составе. Но чаще всего именно второй состав больше получает практики, чем, условно, тот же первый. Главное, чтобы здесь пенальти. Вы что, серьезно? Говорят на Бернардески. Рукой, я так понимаю, сыграл. Прикрало лицо. И так, есть шанс для Честны. И что это такое? Честны просто угадывают, куда. И все идеально от руки еще и залетает. Вот что и обидно. Вот здесь посмотрите. Но все это было четко. Как можно было так пропустить? Борелло, три гола. Но снова мы пропускаем, друзья. И что это? Почему Юведес пропускает сквозь себя защитника вот здесь? Он выигрывает, но еще и Честны в очко в подкате пропускает. Самаритана первый гол. 3-0, друзья. Что это, мать вашу, такое? Честны, я тебя вообще продам, был... Нет слов. Слова есть, но их просто могут забанить ролик. Ну конечно, теперь-то мы в штанги будем попадать. Просто жесть. Забивает Роналду, уменьшает преимущество. Не берет он даже мяч, он решает отпраздновать мяч, забитый им. Да, красиво, конечно, нам нужно отыгрываться и как можно скорее. Так что извини, посмотрим на твой гол в другой раз. Есть. Смог, смог Криштиану Роналду раскачать. И в стиле Фианеля Месси он отпраздновал гол. Не знаю, к чему это, я даже на клавиши не нажимал. Просто так пошел. Ну и здесь вот, кстати, шикарно. Здесь вот оттеснил. Даже не докасается соперника. Пять мячей Криштиану Роналду. Он забивает два мяча в легкую. Пытаются оттеснить. Идите отсюда подальше. Нет, да что это такое-то? Есть! Хэд-трик Криштиану Роналду. Камбэк. Камбэк Ювентуса. Вот так вот он разгромил, спал. Есть, есть еще немного времени. Чтобы забить еще один мяч. Благодаря Криштиану Роналду мы победим. Сейчас ему могли проигрывать. Роналду забирать мяч заслуженно. Проигрывали мы 3-0. Довели до 3-3 счет. Так что Криштиану лучший игрок матча. Заслуженно. Только на его статах и на его скиллах, которые ему специально прокачаны, так как он лицо Фифы, мы забили сейчас три мяча. Пресс-конференция. Спасибо за возможность привить. Иди отсюда вот. Лучше бы не появлялся ты на поле. Действительно. Итак, 3 очка разницы до Торино, 5 до Милана. Так что у нас есть шанс увеличить отрыв. Еще также будет матч в Лиге Чемпионов. Давайте посмотрим, что у нас там по Лиге Чемпионов. Где мы там вообще в группе находимся. Я даже не знаю, сейчас мы какая там группа. Да, Д. 1 выигранный матч, 2 в ничу, 5 очков. Так же, как и у Хофенхайма. Тоже здесь можно увеличивать отрыв от Хофенхайма в 3 очка. Ну что ж, друзья, спасибо вам большое за просмотр. Ставьте лайки за хэт-трик Кришано Роналдо. С вами был Андрей Хориев, канал Футбол Тожин. До новых встреч, друзья. До свидания.